Лянсберг стоит на тротуаре. У вас там какие-то свои с ним отношения? Да никак. Согласно видео я понял, да. Я только что YouTube открыл. Я даже не знал, что оно просто есть. Ну, я же живу на этом поселке. Я неоднократно просто проезжаю. Как вы подъехали к нему, нарушили. Заехали в заездной карман, который там обозначенный. Я подъехал. Остановка общественного транспорта. Вы подъехали, встали в этом карманчике и пошли. Давайте по сути. Лянсберг, когда сделал вам замечание, вы уже потом захотят согласно видео. Я не могу понять, о чем вы говорите. Я просто видео говорю. Давайте по сути. Вы меня вызвали по какому поводу? Попросили, то есть, приехать. По какому поводу? По поводу чего? Конкретно случая какого? Вашего телефонного звонка. Моего телефонного звонка. Я подъехал, расположил свое транспортное средство согласно правил дорожного движения. Есть какие-то факты моего нарушения? Вы сами себя засняли? Можно посмотреть, где я себя заснял? Как вы заезжаете? Как вы заезжаете, прямо в карманчик. Я же понимаю, то, что вам не нужно, вы вырезаете. Как то, что не нужно? Ничего я не провоцирую. А Лянберг вот вас заснял. Я хочу посмотреть. Вот, смотрите, смотрите. Смотрите. Где вы страхоркованы? Сейчас. Вон во дворе. Въезд во двор. Въезд во двор. Мы сейчас рассаждаем о моем нарушении или о нарушении Лянберга? Я понимаю, что вы как бы преследуете. Я не преследую. Почему это я преследую? Никакого конфликта нет. Он расположил свое транспортное средство на тротуаре. Где тут тротуар? Ну, я подъезжал к прапорщику. Покажем мне тротуар. А он сам сказал, что здесь тротуар. Ведь слова… Там нет такого, что он сказал, где тротуар. Давайте я покажу вам видео, где прапорщик Лянберг сказал, что я стою на тротуаре, в другом видео. А, нет. Зачем мне другом видео, вот вы засняли. Вы сами смотрите сюда. Я понял, где сталкиважи приезжать. Ну, в смысле где сталкивать? А чего ты приезжать, если вы говорите? Ну, я понимаю… Сразу начилось с моего нарушения, теперь вы говорите, что… Ты понимаешь… у вас есть в жизни цель. Цель у вас есть. Я вот общался с вашим другом, он тогда вам при нас мы тут звонили, мы часа два, наверное, общались. Когда мы начали разговаривать о чем-то, о том, что так, так или не так, потом я ему нормально сказал. Хорошо, вы видите только точку зрения плохую какую-то, ищите ее, вернее, не видите, вы ищите ее. Просто ищите, конфликтуете специально, чтобы инспектора как-то свои эмоции высказали. Это все по видео видно. Обзываете потом там в Ютубе. Осак вы его обозвали, я читал. Где это написано? Вот в Ютубе, я вам могу сейчас открыть и показать. Ваше личное. А откуда вы знаете, что мое личное? Потому что подпись Виталина 19. А вдруг это не я? Вдруг это клон? Вы уверены, что это я? IP-адрес вы полностью провели расследование? Мы этим не занимаемся. Это из дома может утащить. Так а зачем говорить туда слова на воздух? Вы даже свои слова не можете за них отвечать. Когда мы тут общались, я говорю давайте другую точку зрения сделаем. Сядете вы в экипаж, раз вы так любите. Мне это не интересно. Ну раньше со Ступином покойного работали же? Мне это не интересно. Сейчас. Зачем? Я же за это деньги не платят. Я же не работаю. А за это только платят. Нет, это за это не платят. Так, объясните тогда цель, что вы... Зачем? Вы ответили мне письменом виде, а я вам тоже. Приходят инспектора и говорят, что вот подъезжал к нам Косенко, спрашивал Делян. Неправда. Факты. А я им верю. Есть факты? Есть факты, запись, что я говорил там... А чем вы подтвердите, что такого не было? Неправда. Ну а зачем мне подтверждать? Я не должен, вы должны доказать мою невиновность. Я свою невиновность не должен доказать. Я просто рассказываю вам. То, что вы... Вы даже в прокуратуру подъехали, вы и там нарушили. Прокуратуру нарушили? Да. Тоже отрицаете этого? Нет, не отрицаю. Почему на меня не был составлен протокол? Потому что прокурору что вам сказал? На первый раз, ладно. А вы что, прокурор является инспектором ГАИ? А вы знаете, что согласно закону инспекторы не обязаны постоянно составлять протокол? А есть такое профилактическое еще? Ну со мной никто не проводил профилактическое. Знаете такое, что первый наказ? Прапорщик Лянсберг вышел с прокуратуры и со мной не проводил никакой. Он поулыбался мне и все. Я предложил прапорщику подвезти его, он отказался и все. С вами в прокуратуре общался прокурор? Конечно. Как кто? Представитель власти. Ну, почему? Это он еще не имеет право проводить? Только Лянсберг должен конкретно с вами проводить? Нет, если он видел нарушение, он имел право как инспектор составить на меня протокол. Он не только должен составлять протокол. У вас одно только составит протокол. Есть еще такая профилактическая беседа? Ну и беседа не была проведена со мной. Если сказали вам, вы нарушили, вы да, понял и все. Вы слышите меня, беседа тоже не была проведена. Ну... Ничего, абсолютно, никаких. Я столько уже видео насмотрелся, как вы проезжаете, особенно на миссию, когда видите, когда там на скорости стоят. Я не нарушаю. Вы сразу, хоп, ставите машину, подъезжаете к инспекторам или сзади с них встаете, начинаете... Ну, ничего подобного. Вы можете смотреть у Бондаря, он каждый день стоит. Я ни разу. Он стоит спокойно, без нарушений. Я... никаких проблем. Инспектор стоит без нарушений. Зачем? Мне инспектор не интересен. Мне интересно нарушения. Если есть... Да, я тут видел, как на Перекопской грузовик остановили инспектора, там тоже 99-й был. Да. Остановили на него знак. Она стояла прямо на выезде с прилегающей день. Да, там дело не заткнуло, как вы мешали протокол составлять. Я не мешал составлять протокол. Пытались какие-то ходатайства... Ну, правильно, я подсказывал гражданину Украины на его права, так как инспектор игнорирует подсказать водителю. А вы что присутствовали, что инспектор ему объяснял по момент остановки или составлял? Нет, я спросил у граждан Украины. А может, он до этого уже ему объяснил? Ну, вы знаете, что протокол судья отменил? Я не вникал, я просто видел видео. Ну, хорошо, я тогда попрошу водителя, чтобы он принес у ГАИ протокол. Инна Свербича написал жалобу о том, что протокол спокойно отменен в суде. Я подъезжал к инспектору прапорщику Ульянсбергу, и он говорит мне, это его слова есть на видео, зафиксировано, что он сказал. Виталий Анатольевич говорит, здесь тротуар, я стою на тротуаре, никаких претензий к пешеходному переходу вы мне не можете предъявить. Я говорю, конечно, я не предъявляю, вы стоите на тротуаре, а здесь даже для людей. У меня есть видео, у меня есть фото, где люди не могут пройти спокойно. Они выходят на проезжую часть, чтобы обойти транспортное средство инспекторов. Это такое где было? А вот в этом видео где? А видео там такого вообще нет, я смотрел, мы вдвоем просмотрели, вообще ни одного человека. У меня фотографии есть. Когда я фотографировал, есть... У вас есть фотографии, вот ГАИ поснимал, вон, видео тут есть, вообще ничего там нет. Я только вижу, как он составляет протокол у человека, вы там снимете. Я ничего не мешаю, я с инспектором даже не говорю, я подхожу и молчу. Вы снимаете просто. Я что, я сказал, что вы мешаете? Снимаете просто, стоите, и Лянсберг пишет на него протокол. А что там один пешеход прошел, тем более я тоже этот мисс прекрасно знаю, я там вообще там тротуар даже... Почему на меня был составлен протокол там тогда? Потому что вы были на пешеходном переходе. И Лянсберг тоже стоял там. Вы были на пешеходном переходе. Ну он тоже там стоял, и на него не был составлен. А у Дана ему нет, здесь тротуара нет. Ну Лянсберг же сказал, что есть, если инспектор сказал, как нет. Вы много что тоже говорите ему, это что означает, в ютубе там на него пишете тоже, разную грязь на него льете. А что там Лянсберг говорил? Я вижу видео, мне факт должен быть. Слова к делу не пришьешь. Вы сами это говорите, докажите. А почему тут Лянсберг, за что тут Лянсберг вообще? Вот вы звоните и говорите, что Лянсберг стоит на тротуаре. Чем это подтверждается? Что такое тротуар? Давайте начнем с этого. Что такое тротуар? Там был тротуар. Я же не на экзамене сейчас. Есть бордюрный камень? Есть бордюрный камень там? Я как гражданин Украины, инспектор мне сказал, что я стою на тротуаре. Я сделаю звонок. Стоит на тротуаре. Что мне? Я что-то неправильно сделал или что? Нет, я спрашиваю. Я не говорю, что что вы. Я просто говорю. Вы позвонили, вы сообщили. Правильно. Теперь скажите, где там тротуар. Покажите мне. Вот инспектора наказал. Давайте проедем на место и посмотрим. Да я вижу видео. Я прекрасно это место знаю. Если бы я не знал место, я бы еще сказал. Я в Хрессоне тоже жил всю жизнь. И на линии проработал. Я 13 лет в Риге тоже работаю. И прекрасно это знаю. Места, эти маршруты какие. Я тоже сижалка начинал. Но просто в данный момент, вот мне интересно, где там просто тротуар? Давайте сделаем проще. Не будем здесь спорить. Вы в письменном виде ответите, а я обжалую. И все. И никаких проблем. Просто будем на бумагах. Я не вижу смысла разговаривать, спорить о чем-то. Тут в книжечке прямо нарисовано, что такое тротуар. Ну хорошо. Я же не спорю с вами. Если вы считаете, что это не тротуар, значит не тротуар. Я не определяю, что такое проезжая часть, что такое обочинь, что такое тротуар. Правильно? Согласно правилу дорожного движения. В данный момент там вообще нет. Там обочинь. Ага. А я, значит, стоял где тогда? На пешеходном переходе? На зебре. На обочине. Видео, в котором вы там что-то спорили с Лязберем, составляли протокол на вас, когда вы не давали документы, там цепочку какую-то доставали, документы привозненные к цепочке. Я не ехал, ехала жена. Правильно. Я стоял. Я не вникаю в то, то хоть студенты там вникают. Давайте по сути, я же говорю, вы отвечаете в письменном виде, я обжалую. Я же вам просто объясню. Я вам просто объясню, где тут тротуар? Ну давайте же так, я же говорю, письменный вид, а я обжалую. Да, да, нет. Мы говорим о ни о чем. Я рассуждаю, что тротуар, а вы нет. Все, о чем? Мы же не приходим к никакому общему знаменателю. Я не вижу никакого. Я же говорю, дежурить с инспекторами я не буду, мне это не интересно. У меня есть своя работа, журналистика, я развиваю в своей работе потихоньку. Я к инспекторам не цепляюсь, я никого не преследую, я не гоняюсь за Лязбергом. Я его не ищу, я его не ищу. Если он попадается с нарушением, то я подхожу до него и говорю ему об этом нарушении. Вот бедный был с нарушением, я подошел, сказал, он улыбался. Ну ничего страшного, улыбается так, улыбается. Свербич был с нарушением, улыбается, ну ничего, пусть улыбается. Мы ничего не мешали. Хорошо решили, что людям плакать решили. Не, ничего, просто можно стоять без нарушения. Чем запрещено ему улыбаться? Нет, улыбаться игнорирует просто. Вы же просто цепляетесь за то, что улыбается, стоит инспектор. Ну да. Он что, не человек? Нет, ну хотя бы без нарушения стоять я бы не подбежал. Нет, ну вы говорите, улыбается. Игнорирует мою просьбу убрать транспортное средство с нарушения и улыбается при этом. Это же, как это можно, инспектор на службе. Он должен вести себя нормально, правильно вести себя. Он не должен ехидно улыбаться мне в лицо. А почему вы решили, что он вам улыбается? А он задний вас кого-то увидел и улыбается. Видите, я же говорю, без толку разговора, он ни о чем. Я просто вижу, как он настроен, я с вами общаюсь. Уже прям на таких эмоциях сидите. Ну каких эмоциях, на обычных спокойных. Вы уже так сидите, прям до взрыва доходит. У вас три фамилии, Чесник еще у вас был. Нормальный инспектор, ничего не нарушает. Беседовали там где-то на Некрасово. Встретились. Видите, вы все знаете. Конечно знаем. Вы что думаете? Ну много вы еще не знаете. Есть еще другие беседы. Отснятые на видео. И все в закрытых видео. У меня в закрытых видео видео в 20 есть. И такие есть компроматы. Которые просто не вылаживаешь. И все, я могу выложить сейчас и аж до Могилева дойдет. Но я вообще ничего не делаю. Кто вам это запрещает? Никто вам это запрещает. Я же говорю, я вижу с вами общаться в письменном виде. Обжалуешь все, не обжалуешь, прокуратура все. Это проще всего. А вот этот разговор. Мне просто интересен этот тротуар. Хоть бы книжечку открыли, почитали право дорожного движения для начала. Читал неоднократно. Ну и там написано, что такое тротуар. Прапорщик Лянсберг сам сказал, что я стою на тротуаре. Все. Мне этого хватило, чтобы сделать телефонный звоночек. Что вот прапорщик стоит. Вот вы говорите, я журналистику свою развиваю, да? Прежде чем какие-то факты написать, их надо подтвердить чем-то. Правильно? Нет, неправильно. Что? Можно разный бред писать? Нет. Ну это бред. Ну и зачем это бред? Лянсберг мне сказал так, все. Все. Это значит тротуар. Все. Это значит тротуар. А если Лянсберг скажет, вот на этом участке дороги вам надо 20 километров ехать сейчас. Вы будете ехать 20 километров?